Коли пытания не вельми складанные, зараз на промую органы выканавчую владу можно навык не звертаться. Берешь телефон и накируешь смс-поведомления по короткому номеру 142. Прас тыдень, приди отказ. У администрации чекуночного района Гомеля работу с смс-поведомлениями грамадян почали первыми в области. За одного боку, это заразумела додатковая нагрузка на специалистов, але с другого могчимость вырешить проблему еще на початковой стадии. Ориентована такая форма работы у первой чергу на людей молодого и среднего взрослого. Коли теж пенсионеры навод примахчимости отправить смс, перевагу, як правило, дают особистым контактам, то студенты и працовные час экономить. Правда, коли пытания складанные, на прием придется прийти усе ровно. Цель введения смс-сообщений была в основном, это решать вопросы разъяснительного характера за короткий период времени. Жалоб на то, что не получили ответ, не было. Иногда у нас бывают смс повторные, то есть просят уточнить, дополнить, более подробно разъяснить, даже направить для консультации, подсказать, по какому телефону обратиться. Чехуночный район Гомеля в пытаниях работы со зворотами грамадян уж мат, чем перша проходца. Два с половой месяца тому по уластной инициативе, например, открыли так званный покой приему грамадян, який за выключением выходных працует штуденно на протягу усягу тыдня. При необходности тут могут оперативно и одночасово собрать специалистов у сих службов, які мают дочинение до огученной проблемы. Хоть работу с смс-поведомлениями у администрации спонять так само не сбираются. Эту практику зараз у Вогули меркуется расповсюдить, но все в область в першые месяцы свечать. У целым населенцам такая форма работы успремается становчим. Мы делали анализ по шести месяцам, только по городу Гомелю порядка тысячи смс-сообщений поступило от наших жителей с конкретными вопросами. И срок рассмотрения таких смс-ок определен 7 дней.